На библейский портал Экзегет поступил вопрос, передается ли склонность ко греху по наследству? Склонность ко греху, возможно, передается. Мы видим, что у пьющих родителей, к сожалению, могут родиться дети, склонные к алкоголизму. Люди, которые ведут распутную жизнь, тоже могут передать порочное увлечение. У меня в детстве была знакомая семья, где отец многократно сидел в тюрьме. И один из его детей пошел практически по его стопам, даже те же статьи получал. Там было все, что отец делал, то делал один из его сыновей. Но мы должны сделать очень важную оговорку. Наследственность, она с помощью Божией исправляется. То есть, греховный корень, который нам могут передать родители, Господь может очистить. И вот здесь человек должен осознать это, поверить в это и начать действовать. Предположим, ты родился в семье, где родители выпивали. Или где много ругались матом. Это такие страшные, конечно, пороки, которые прилипают и к душе, и к памяти, и с ними очень трудно бороться. Но из этого болота надо вылезать. Конечно, это несопоставимо труднее, особенно ребенку или подростку, в семье, где тебя только толкают в грех, по сравнению с той семьей, где тебе помогают стать христианином. Помните, в книге Абвадорофея есть пример про двух девочек-неволенц, которых корабль привез на рынок. И этих девочек купили две разных женщины. Вдова и блудница. И каждая воспитала по-своему. И Абвадорофей спрашивает, неужели Бог будет одинаково судить? Ту, которая была воспитана в молитвах и благочестии, и ту, которая была воспитана в блудилище. Это были две, кстати, родных сестры и две девочки. Поэтому стартовые возможности, конечно, у всех разные у нас. Но во Христе можно делать очень-очень много. И каждый священник, он знает в своей практике примеры, когда из таких ужасных условий вырастали прекрасные дети. И у меня таких примеров достаточно много. Я знаю и мальчиков, и девочек, у которых, допустим, мама развелась, или родила вне брака, или делала аборты. А ребенок вырос чистым. Чистым, каким-то очень благочестивым, таким невинным. Удивительно, бывает такой контраст, как будто на каком-то пустыре среди крапивы и лопухов вдруг появился такой цветочек. Который просто всех в какой-то стопор вводит. Ну, как в таком месте вырос такая красота? Вот так. То есть, Бог тут ни перед кем не отчитывается. И если этот ребенок обращается к христианству, к православию, то в нем вот эти лучшие начала, которые были Богом, так сказать, брошены, они все равно начинают расцветать. Но повторю, что наследственность, она тоже никуда не девается. Обычно такие дети, выросшие без отца, они всегда очень такие замкнутые. Чувствуется психологическая травма. Они боятся вступать в брак. Они не верят, девушки не верят в семейное счастье. Они думают, что все мужчины похожи на их отцов, которые предали, ушли, бросили. Поэтому помогать им нужно очень-очень много. И на них уделять большое внимание и священникам нужно, и психологам, и врачам. Да вообще всем, кто рядом с ними находится. Потому что человек растет в социуме, и тому, кто страдает, кому плохо, кому больно, кому одиноко, вот к ним нужно в первую очередь обращаться. Обращаться тем, кому хорошо, кому комфортно, у кого полная семья, у кого хорошие родители, кто имеет братьев и сестер, у кого нормальный достаток. Вот нас Бог специально сделал такими разными, чтобы сильные помогали слабым, чтобы умные помогали глупым, чтобы здоровые ухаживали за больными. И христианство, это дело милосердия, оно стоит в центре Евангелия. То есть Бог – это любовь. Будьте милосердны, как милосерд, Отец ваш небесный. И вот мы, к сожалению, на дела милосердия мало внимания уделяем. Мы как-то вот за обрядом больше следим, чтобы там что-то в пост не съесть или какое-то правило прочитать своё. А что ты даёшь, вот что ты отдаёшь людям, какие у тебя плоды твоей веры, они в чём вообще заключаются? Только себе, что ли, всё? От Бога, да? Вот мне, мне, мне. Я хочу причаститься, мне нужно в храм, я поехал в паломничество, я читаю книгу, я там пощусь. Ну, хорошо ты это делаешь, а другим? Кого-то согрел, кому-то помог, кому-то подал что-то. Где? Где вот эти вот практические дела, которые на страшном суде тебя-то и спасут, наверное? Потому что всё остальное – это пшик часто. Так что давайте будем… Вот здесь эти вопросы, конечно, на них нет однозначного ответа. Повторю, что и наследственность передаётся, и возможность каждому человеку выбраться из этого болота, безбожия, какого-то разврата, безнравственности. Вот, она даётся. Бог каждому человеку протягивает руку, наша задача – эту руку за неё ухватиться и вылезать, и жить полной жизнью христианской. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok